Добрый день, Татьяна, добрый день, уважаемые коллеги. Рада вас приветствовать. Сегодня тема профилактика стресса. Я немножко представлюсь для тех, кто еще не знаком со мной. Меня зовут Юлия Александровна Федорова. Я кандидат наук, доцент кафедры общей педагогической психологии Башкирского государственного педагогического университета, город Уфа. Я практический психолог, веду работу со взрослыми, с детьми, большой опыт частной практики. И с удовольствием с вами сегодня поделюсь такой психологической концепцией, идеей профилактики стресса. Когда мы готовили эту тему, и когда мы ее обсуждали, примерно месяц назад, эта действительно тема была про профилактику стресса. А сегодня, вот именно в этот день, я думаю, что можно говорить не только о профилактике, но и о ситуации собладания с острым стрессом, и ситуации того, как мы себя чувствуем, когда поднимается тревога. Это ведь тоже большой фактор стрессовый. Если вы не против, я бы хотела начать нашу встречу с того, чтобы вы немножко посмотрели внутрь себя. Оцените, пожалуйста, по шкале от 1 до 10, где единичка, вы спокойны и абсолютно не подвержены сегодня стрессу, а десятка стресс зашкаливает в вашей жизни, и вы чувствуете себя очень сильно в стрессе, что много факторов. Насколько стресс сегодня влияет на вашу жизнь? Ну, все-таки в целом я вижу, что картинка средняя, и десяточки, конечно, присутствуют, и девяточки. Если они есть, то, безусловно, вам нужно прежде всего тех, у кого 8, 9 и 10, уже сейчас включиться в то, чтобы максимально помочь себе и использовать все техники, которые мы сегодня с вами обсудим, для того, чтобы в ситуации стресса помочь прежде всего себе и совладать с внешними обстоятельствами, которые оказывают это влияние. Но в большинстве все-таки я вижу, что много у кого есть даже единички, и есть циферки 5-6, среднее значение. Это говорит о том, что лишний раз вы обращаете внимание на себя и не забывайте взаимодействовать с собой, не забывайте о своем здоровье, потому что мы общаемся с детьми, мы общаемся со студентами, мы общаемся с большим количеством людей, и часто мы сами являемся тем, кто может помочь справиться и совладать со стрессом. Для меня, как для психолога, это первоочередная обязанность, но и для педагогов тоже приходится быть тем регулятором, управленцем, который помогает справиться со стрессом другим. А насколько мы при этом можем справиться со стрессом сами. План нашего вебинара сегодня такой. Я расскажу вам про особенности проявления стресса, про психологическую концепцию, расскажу про то, как с точки зрения физиологии это выстроено, чтобы у вас было представление о том, что такое красивое, модное, часто встречающееся слово стресс на самом деле означает. Ну и я подготовила для вас отдельные, специальные, простые техники, которые помогают нам в ситуации сложной, непредсказуемой, в ситуации, когда много стрессовых факторов, совладать с собой и помочь себе. Такие приемы самопомощи. С чего мы начнем? Ну, с того, что же из себя в целом представляет стресс. Ну и коллеги, как бы уже традиционно, если у вас есть какие-то вопросы, которые для вас важны, я, насколько буду успеть их отслеживать в чате, я готова на них отвечать. Стресс. Стресс сам по себе означает напряжение. Это определенная совокупность защитных и в то же время повреждающих реакции организма, которые возникают в результате и нейроэндокринных, и метаболических сдвигов в ответ на чрезвычайные или патологические факторы, которые проявляются адаптационным синдромом. То есть это реакция организма на проявление внешних факторов. Что мы здесь можем отметить? Стресс возникает только тогда, когда есть комбинация одновременно стрессора и стрессовой реакции. Стрессор, ну, тут есть еще такие слова, как стресс-ситуация, стресс-фактор. Это фактор, который сам по себе вызывает состояние стресса. Это не специфический раздражитель или какое-то воздействие, которое вызывает стресс. Это внешнее проявление. Он может быть очень резкий, очень значительный. Может быть, как маленький, капающий по крупицам фактор нервного напряжения. Например, при взаимодействии в школьной среде или в среде профессиональной, любой, мы можем каждый день приходить на работу, и каждый день, например, у нас будет не срабатывать пропуск на турникете. Маленький стрессовый фактор, который сам по себе в целом не будет вызывать у нас ситуацию внутреннего стресса. Но небольшой капелькой раздражения он будет у нас добавляться в нашей внутренней системе реагирования. Если это происходит один день, мы как-то с этим легко справляемся, адаптируемся. Если это происходит месяц, два месяца, то в конечном итоге это, естественно, добавляет таких внутренних противоречий и становится хроническим стрессом. То есть стрессор – это не обязательно что-то яркое, сообщение, событие, ситуация, которая произошла. Это может быть и то, что накапливается в течение дня, месяца, года, как небольшой раздражитель. И важно помнить, что стрессор – это лишь повод. То, насколько мы его внутренне переживаем, как стрессор, и делаем причиной своего внутреннего переживания, зависит от нас самих. Одна и та же стрессовая ситуация будет субъективно, личностно, переживаемо по-разному. Ну, например, вы утром встали, вышли на остановку, и ваш автобус, на котором вы ездите каждый день, сегодня приехал на пять минут раньше, и вы увидели только уезжающий вслед его номер регистрационный. Для кого-то это будет ситуация, в которой, ну, ничего страшного, я позвоню на работу, извинюсь и скажу, что я опоздаю, а потому что я не успел попасть на свой автобус. А для кого-то эта ситуация будет очень стрессовая, потому что ему сложно извиниться, ему сложно позвонить, потому что для него это переживание еще и того, что он несостоятельный, что он не успевает прийти вовремя, что ему тяжело, что он опаздывает. А если это накладывается на какие-то его внутренние переживания о том, что он должен всегда соответствовать каким-то требованиям, то, естественно, это может вызвать реакцию вплоть до того, что он просто сядет на остановке и будет плакать. Просто потому что случилось вот такое не сильно значимое событие. Поэтому получается, что есть реакция, ответная и неспецифическая реакция на воздействующий стимул, и есть определенный стрессор, который этот стимул вызывает. То есть то, что возбуждает человека. Ответ у каждого может быть разный абсолютно. И если мы говорим о воздействии именно стресс-фактора, того самого стрессора, который вызывает организм человека, два одновременно противоположных, но и при этом взаимосвязанных процесса. С одной стороны, происходит активизация тех стандартных, неспецифических реакций, которые развиваются, которые развиваются при воздействии любого необычного для организма стимула. Ну, то есть организм мобилизует внутренние ресурсы, он активирует процессы для того, чтобы преодолеть стресс. Например, ну и, то есть, кроме неспецифических реакций, еще и происходит мобилизация физиологических систем, тех, которые обеспечивают приспособление организму к этому фактору. Ну, например, если будет физическая нагрузка слишком высокая. И вот благодаря именно второму фактору у людей появляется суперсила, которой может не быть. Например, человек может легко вбежать в горящий дом во время пожара или выпрыгнуть и ничего себе не повредить. Может совершить просто неимоверный прыжок, когда видит, что ребенок находится на дороге и едет машина, и потом не понимает, как это с ним произошло. Это вот как раз про мобилизацию. И это все способы, это те процессы, которые возникают в организме на воздействие стресс-фактора. В зависимости от интенсивности стрессовой реакции, у нас есть три зависимости. Она зависит от особенностей, что это за стресс-фактор. Она зависит от значимости, насколько этот стресс-фактор значим для конкретного человека и для конкретной личности. Ну и зависит еще и от функционального состояния человека до воздействия. Вот смотрите, если человек здоров, устойчив, эмоционально устойчив, у него очень хорошая стрессоустойчивость, и он встречается с каким-то стрессором, то пережить его легче. Но если он ежедневно находится в состоянии небольшого стресса, в состоянии, когда его так или иначе есть внешние раздражители, в глобальной среде, как, например, в мире или в стране, в городе, где, например, очень большая загруженность, там пробки ежедневно, или же, например, это происходит в его профессиональной среде, или стресс-фактор, который действует в семейной среде, в личной атмосфере. Да, например, там все неплохо, но очень сильно там болеет кто-то из близких родственников и приходится все время беспокоиться о его здоровье. Это постоянный стресс, потому что ждут звонка из там больницы о том, как его состояние, или там от родителей, как там происходят переживания. Это такой ежедневный стрессовый фактор, который нарушает функциональное состояние человека. И тогда новый фактор, любой, который приходит как известие, любой, который случается в жизни человека, он становится более сильно воздействующим, чем на того, у кого это состояние было более стабильным. Это связано и с физиологией, и с физикой, и с психологией. То есть это и психологическое состояние, и эмоциональное состояние, это и состояние физическое, прежде всего, состояние нашего тела. И тут нужно отметить, что именно наш организм, наше тело, больше всего помогает нам в взаимодействии, больше всего помогает нам в реакции на стресс. Под воздействием стресса вы точно чувствуете слабость, усталость и другие физические реакции, о которых я сейчас вам расскажу. Стресс вообще бывает не всегда плохой. И стресс – это не слово, от которого нужно избавляться. Стресс бывает аустресс, и стресс бывает дистресс. Аустресс – это тот стресс, который вызывается положительными эмоциями, который может быть не сильным стрессом. Прыгнув с тарзанки в речку, искупавшись в холодной воде, вы испытываете стресс. Но после него мобилизуется организм, активируются внутренние резервы, улучшаются психические и физиологические реакции, и вы становитесь более бодрым, более веселым, более жизнерадостным. То есть появляется прилив сил и позволяет работать на более высоком уровне. Люди, стремящиеся к экстремальным видам спорта, часто стремятся именно к такому виду стресса. Стресс, который дает им положительные эмоции и который дает им такую некую встряску организма, после которого они чувствуют огромный прилив жизненных эмоций. Есть же вторая составляющая, про которую мы больше должны уделить внимание, и которая более разрушительная. Это дистресс. Это разрушительный процесс, который дезорганизует поведение человека, который ухудшает протекание тех психофизиологических реакций, которые есть внутри нашего организма. И тут разрушительная сила для нашего организма и может привести к тяжелым заболеваниям, может привести к сложностям. Что же способствует и тому, и другому? Для аустресса и для дистресса есть свои факторы. Факторы, которые способствуют возникновению дистресса, это большая длительность воздействия стресс-фактора или очень высокая интенсивность. Негативная субъективная оценка. То есть я понимаю это как очень ужасную ситуацию лично для меня. Отсутствие недостаточных ресурсов, чтобы справиться со стресс-фактором. И отсутствие опыта решения проблем в прошлом. Особенно неудачный опыт решения проблем. Тогда мы сталкиваемся с ситуацией, как патовой, которую мы не можем решить, которая бесконечно будет губительной. Особенно если эти ситуации стресса отбрасывают нас в детский возраст. О чем я говорю? Ну, например, ситуация развода, когда муж сказал жене, что я от тебя ухожу. Хотя она вообще сама по себе очень стабильный, спокойный человек, хорошо стоящий на ногах, имеющий свою квартиру, имеющий свою профессию, умеющий жить вообще, существовать одна. Она впадает просто в состояние истерики, в которой говорит, я останусь одна. Я останусь одна и буду никому не нужна. И тут воздействие этого фактора становится таким сильным, именно потому, что в прошлом эта история случилась с ней 20 лет назад, когда ей было 5, и папа ушел из семьи, и после этого мама стала употреблять алкоголь, и их семейная жизнь разрушилась. Тогда она ничего не могла с этим делать, у нее не было ресурса, и опыт получился очень негативный. И этот опыт теперь для нее становится снова стрессовым. То есть ситуации, которые повторяются. Если же говорить о факторах, способствующих аутострессу возникновению, это низкая длительность воздействия стресс-фактора, это положительная, субъективная оценка ситуации, когда я понимаю, что тут все хорошо, классно, тарзанка красивая, я сейчас с нее прыгну, вроде безопасно. Наличие достаточных ресурсов, чтобы с этим стрессором справиться, это когда я стою на краю, и меня не толкают, а я все-таки говорю, да, я прыгну. А не когда меня туда толкнули, я провалился в какую-то свою травму. Ну и наличие опыта решения проблем. Поэтому часто говорят, есть страх, иди в него, есть стресс, решай проблему. Вот если это аутостресс, и если это ситуация, в которой уже подобный опыт был, когда, например, я боюсь выступать, но я могу выступить перед какой-то небольшой аудиторией, я буду волноваться, я переживу стресс, но я получу позитивный опыт, который в будущем мне этот стресс даст еще положительный. То есть после следующего выступления я тоже буду волноваться, но у меня будет уже больше эмоций положительных. Если это не окажется дистрессом, когда это какая-то травматическая ситуация, когда надо мной посмеялись в классе, и когда я после этого выступления почувствовала, что в целом больше, наверное, никогда не буду выступать, и мне настолько страшно любое выступление, что я лучше вообще никогда не выйду на сцену, и даже выступать не буду. Вот это разница стресса положительного и стресса отрицательного. Ну и в зависимости от того, насколько длительно воздействуют те или иные характеристики, виды стресса различаются по именно длительности. Прежде всего стоит отметить острый стресс. Он возникает в ответ на воздействующую травмирующую ситуацию. То есть стресс здесь и сейчас. Такой стресс чаще всего непродолжительный. Он выступает как ориентировка для того, чтобы адаптироваться в измененных условиях. Для здоровья такой стресс не приносит своих последствий. То есть случается какое-то жизненное событие, в котором что-то происходит. Это резкий стресс. И мы этот стресс переживаем, и потом нам становится легче. Страшнее, если этот острый стресс переходит в осложненный. То есть когда происходит отложенность на определенный период переживания, у каждого свой. И это может быть связано с разными причинами. То есть вот есть пример, который описан у меня в презентации. Это пример про пожарного, у которого погибает друг, и пока он вынужден заниматься спасением всех остальных, пока он вынужден быть мужчиной и заниматься похоронами, пока он вынужден быть сильным, вот эти там несколько недель он находится в отсутствии утраты. Я часто встречаюсь с такими ситуациями, когда отложенный стресс может быть отложен на года. Когда приходит молодая женщина и говорит, я похоронила своего отца два года назад, но я до сих пор даже не могу появиться у него на кладбище. Я нахожусь в состоянии такого страха при соприкосновении с этой темой, я ни с кем не разговариваю. Я спрашиваю, ты хоть поплакать-то смогла? Она говорит, нет, мне нельзя было плакать. Плакала мама, и мне было очень... Я должна была за ней присматривать, ей было очень тяжело, и всей семье было очень тяжело. У меня младшие братья, сёстры. И вот это отложенный стресс. То есть получается человек находится под невозможностью отреагировать, невозможностью прожить. Именно поэтому в любой острой стрессовой ситуации первое, о чём бы я хотела вам порекомендовать, это проживать. Проговаривать, плакать, озвучивать, злиться, если хочется, быть в контакте с другими людьми и не бояться произносить о своих эмоциях, что сейчас с вами происходит. Тогда острый стресс проживается быстро и практически без последствий. Если мы говорим, например, о детях, то им сложно сделать стресс отложенным. И вообще любой способ соприкосновения с большим стрессовым фактором, для них это либо реакция сразу же, то есть ребёнок плачет, ребёнок расстраивается, и потом он об этом забывает, либо он немного замораживается, и потом в какой-то момент эта история может открыться. И потом ему хорошо там на вашем кружке, вы сидите все на коврике, играете, и он говорит, вот тут случилось вот так. Начинает об этом рассказывать. Просто быть рядом, слушать, взаимодействовать, и тогда есть возможность этот стресс пережить незаметно для психики. Третий вид стресса – это хронический стресс. То, с чем сталкиваются все сегодня жители мегаполисов, то, с чем сталкиваемся мы в условиях нашей информатизации, постоянного стрессового фактора, который есть из телевизоров, из средств массовой информации. То есть это, с одной стороны, незаметная, но с другой стороны, очень суммарная реакция на длительное воздействие стрессоров, и сила воздействия при накопленном стрессе, она невелика, но она очень регулярна, и она постоянна. То есть это небольшие, но постоянные эмоциональные переживания. Это, знаете, это как или получить удар током 220 вольт, и нельзя оставить это незаметным, и мы должны на это среагировать, ну, наверное, грубый будет пример, либо получать ежедневно какую-то порцию удара током в 10, в 15, которые мы будем не замечать, но где-то внутри нашего организма постоянно нужно будет реагировать на это каким-то образом. И этот накопленный эффект усталости, накопленный эффект, отложенный эффект реагирования, потому что на такой стресс реагировать невозможно. То есть если мы каждый день по чуть-чуть получаем небольшую порцию стресса, то наш организм находится в состоянии мобильности постоянной, он не может расслабиться, но и в то же время он не может среагировать как таково. Вот. Ну и чаще всего именно такие эмоциональные напряжения вызывают потом болезни, связанные с мочекаменными, диабетом, с сердечно-сосудистыми, с аллергическими реакциями, с бронхиальной астмой, все то, что сегодня относится к признакам психосоматических болезней. Четвертый вид – это травматический стресс. Это состояние, которое возникает у человека, который пережил ситуацию, выходящую за рамки обычной человечества. Это может быть угроза жизни себе, близким, это может быть участие в боевых действиях, насилие, стихийные бедствия и так далее. Травматический стресс и последствия от него, посттравматический стрессовый синдром, который в психиатрии признается. Он возникает, когда есть угроза жизни и отсутствие возможности контролировать ситуацию. То есть у человека есть ситуация беспомощности. Эта ситуация близкая к животному стрессу, связанному с невозможностью сделать что-либо, когда есть угроза жизни и смерти, такой базовый животный стресс. Экстремальные ситуации тоже могут быть, характеризоваться таким психотравмирующим воздействием. Особенно если это приводит к какой-то дезадаптации человека. То есть если он не готов был морально к такой ситуации и так далее. Ну и соответственно, кроме замирания реакции, мы можем у травматического стресса увидеть достаточно осложненные потом последствия. Агрессия, депрессия, тревожность, аутизм. То есть это все то, что выходит за пределы нормального реагирования стресса. Ну и пятый вид стресса, который мы встречаемся ежедневно, особенно преподаватели, педагоги, воспитатели, это стресс, который возникает в трудовой деятельности. Он связан и его проявления, которые мы увидим, будут постоянные ощущения внутреннего дискомфорта, снижение производительности, нежелание работать, утрата ценностных мотивов к труду. То есть когда уже непонятно, для чего ты это делаешь, мотивация снижается. Разочарование в собственной деятельности, возникновение психосоматических заболеваний, устойчивых депрессивных состояний. Ну и в стадии развития стресса мы можем выделить три последовательных стадии, как же он развивается. Вначале происходит реакция тревоги, страшно. Вижу ваши вопросы и, наверное, сразу на него отвечу. Как помочь ребенку справиться со стрессом, связанным с потерей любимой бабушки? Если ребенок с вами об этом разговаривает, если вы для него близкий человек, то слушайте, ну и делиться своими эмоциями. В ситуации смерти мы, взрослые, очень часто стараемся ребенка оградить от этого. То есть мы не даем ему возможность пережить. Например, у меня была ситуация, когда пришли родители, которым мальчику 7 лет, и ему вот он прям снится бабушка, и стали когда говорить об этой ситуации, то родители признали, что бабушка умерла 2 года назад, где ребенок с ней очень хорошо контактировал, и они не смогли сказать, что она умерла, и сказали, что она ушла на небушку, и теперь она оттуда за ним наблюдает. И в работе с ребенком я могу поделиться с вами, что вышло очень много обиды на бабушку, что она его бросила, непонимание, почему любимый человек от него ушел, и ощущение предательства. Поэтому говорить с ребенком о смерти нужно, и нужно делиться своими эмоциями, что я переживаю, что сейчас больше этого человека с нами нет. Но уже как это сделать, это зависит от той религиозной концепции, в которой вы живете, от того, как это принято в традициях вашей семьи. Можно говорить и о том, что человек смертен, и о том, что он уходит в другой мир. Все зависит от того, каких традиций вы придерживаетесь. Но с другой стороны, в любом случае ребенок должен быть вместе с вами, он должен горевать. Понятно, что его не обязательно включать во все мероприятия. Вот сейчас, когда бабушка ушла, то поговорить о бабушке и признать, что да, тебе, наверное, очень грустно, и я грущу, или если это для вас близкий человек, если это ребенок в вашем классе, то просто поговорить о том, что люди уходят, и что у всех есть. У меня была бабушка, которая тоже не стала, и я тоже грущу о ней, и это очень переживательно. Я бы дала такие рекомендации. Если ответила, то продолжу по программке. И как раз вот три общих стадии, три стадии. Общая реакция тревоги, потом организм пытается сопротивляться, и потом наступает истощение. Соответственно, когда у нас происходит общая тревога? Традиционно там есть фаза шока и противошока. Как только организм воспринимает значимое изменение условий, выбрасываются гормоны тревоги, сердце бьется сильнее, и потом на смену этой шоковой фазе приходит фаза противошока. Потом активизируется то, что снимает механизм стресса. И получается, что на первой стадии физиологические реакции будут связаны и с учащением сердцебиения, и расширением артерий, и расширением зрачков, и ускорением метаболических процессов. То есть организм готов бороться, и готов любым способом справляться с реакцией тревоги. Так, я вижу еще вопрос. Сейчас я закончу со стадиями, чтобы как-то это было последовательно. И отвечу. На второй стадии это повышение общей резистентности, когда сопротивляемость организма возрастает. Эта стадия наступает, если слишком сильный фактор, если слишком долго продолжается воздействие. То есть задача приспособиться к тому, что организм сейчас находится в этом стрессе. Ну и на третьей стадии происходит расстройство механизмов саморегуляции организма. И получается, нарушаются обменные процессы, приводит к снижению общей сопротивляемости организма. И это приводит к серьезным нарушениям функционирования. Все три стадии, они достаточно заметны в фазе острого стресса. Но они практически незаметны в хроническом, в профессиональном стрессе, который мы наблюдаем регулярно по капельке. То есть эти стадии, они незаметно протекают из одной в другую. Отвечая на ваш вопрос. Так, коллеги. Я тут картинку немножко двинула. Сейчас. Секундочку. Семьдесят шесть лет. Внезапно умер единственный сын. Замкнутость боится, что напрягет окружающих. Рядом нет родных и близких. Как помочь в такой ситуации? Я думаю, что в такой ситуации человек чувствует свое одиночество и ненужность. И я бы порекомендовала быть рядом. Разговаривать, отвлекать на какие-то другие темы. Для нее сейчас очень сложно будет найти смысл жизни. А в этом будет заключаться, будет она жить дальше или нет. Захочет она выходить из этой ситуации. То есть насколько она с ней сможет справиться. Поэтому если вы будете иногда отвлекать ее на какие-то мероприятия, включать ее в какие-то процессы, ну и садиться рядом, просто поддержать и попить чаю. Я думаю, что ощущение того, что она не одна и что она никого не напрягает и люди рады ей помочь, может станет для нее тем смыслом жизни, который поможет ей справиться с той серьезной жизненной стрессовой ситуацией. И возраст уже не очень молодой, организм физически не очень сильный для того, чтобы справляться с таким стрессом. Но и смерть единственного сына это все-таки очень серьезный стрессовый фактор. Вот. Динамика стресса. Все о том, о чем я рассказала. Тревоги, резистентности, стадии истощения. Почему же появляются стрессы? Какие же причины? И тут же в них же есть решение. Во-первых, это влияние окружающей среды. Мы, правда, живем в ситуации, когда у нас очень много стрессовых факторов. Мы живем в больших городах, где много шума. Мы живем в состоянии постоянного информационного шума, где у нас постоянно есть наш телефон, с которым мы на связи. Большие нагрузки, где есть физические, мышечные нагрузки и физиологические, связанные с травмами, связанные с расстройствами, с болезнями. Информационные, опять же, чрезмерный объем информации, которую мы должны фильтровать, которую мы должны воспринимать, которую мы должны запоминать. Это эмоциональные нагрузки, когда слишком сильно превышающие состояние комфорта индивида, а сегодня очень динамичная жизнь. Это еще и уровень эмоционального насыщения при взаимодействии с людьми, при общении с людьми. Мы все время находимся в высоком эмоциональном напряжении. Это и нагрузки рабочие с теми трудностями, конфликтами, не всегда комфортной средой в трудовом коллективе. Также к стрессам ведет монотония. Это постоянная однотонность в наших общениях, в нашем взаимодействии. Это одно и то же. Это тот самый день сурка, от которого мы очень устоим. Наличие повседневных раздражителей, когда нет каких-то удобств, мелкие ссоры, дискомфортная психологическая атмосфера, недостаток транспорта или недостаток возможности вовремя доехать, затянувшиеся ожидания чего-то. Отсутствие привычных желаемых социальных связей, изоляция, нарушение эмоционально значимых межличностных связей. Мы в предыдущие два года были очень сильно социально изолированы, и эта ситуация очень сильно добавила стресса. И нарушение уже имеющихся эмоциональных связей, которые мы выстраивали, тоже сильно сократилось. Тяжелые жизненные ситуации, которыми мы сталкиваемся, это трудности, которые переживают наши близкие, которые переживают мы сами, болезни. Это изменение на работе, стремление изменений каких-то условий жизни. Переломные этапы жизни, которые закономерны, они высокострессовые, это такие, как и свадьбы, и развод, и рождение детей, и уход детей из дома, и их обучение, и обучение свое собственное, и какие-то ситуации, испытания, это все тоже причина стресса. Материальная необеспеченность, как можно считать, например, материальный недостаток и постоянная необходимость добычи денег, поиска способа заработать, это хронический стресс. То есть это то, что постоянно является раздражающим фактором. Ну и то, в чем мы сейчас все находимся, это ситуация неопределенности или как конкретные угрозы, которые тоже добавляют нам стресса. Стресс проявляется на разных уровнях и эмоционально, и поведенчески, и физиологически, и интеллектуально. На эмоциональном уровне это и мрачное настроение, и негативные эмоции, и изменения в характере, в том числе интровертирование, когда мы меньше общаемся с людьми, меньше выстраиваем контактов, и различные неврозы, которые могут возникать. С точки зрения поведения это и нарушение психомоторики, и ритм дыхания, вообще заметьте свое дыхание, насколько спокойно и ровно вы дышите. Ваш вдох и выдох вы можете наблюдать, не является ли он отрывистым. Избыточное напряжение в мышцах, когда вы можете просто аккуратненько лечь на спину, подложив какой-нибудь валик под поясницу, и полежать, понаблюдать, какие мышцы у вас вообще напряжены, а какие расслаблены. Не слишком ли много у вас ответственности, например, и мышцы часто плеч, шеи зажаты, и так далее. Это тоже все связано с ситуацией стресса. В поведении также это изменение образа жизни, нарушение сна очень часто проявляется, снижение производительности труда. И связанное с конфликтностью, которая возрастает, и уровень внутренней и внешней агрессивности. С точки зрения физиологии, это и боли в сердце, в голове, то есть субъективно определяемое как ощущение стресса, и в то же время это объективно определяемые изменения, которые связаны с артериальным давлением, и с мышечными напряжениями, и с трудностями пищеварительной системы. Очень часто пищеварительная система легко реагирует, быстро реагирует на стресс. Ну и физиологические реакции, связанные с утомляемостью, снижением иммунитета, недомоганием, изменением массы тела, резким похудением или набором массы тела. Заедать стресс – это тоже такая известная история. С точки зрения интеллектуализации, интеллектуальных функций, тоже стресс влияет и на внимание, и на мышление, и на память, и вообще нарушение продуктивности в целом, особенно если это люди, занятые обственным трудом. В простой физиологической реакции три реакции на стресс – это бей, беги и замри. Они связаны именно с острым стрессом, и мы легко на них реагируем. То есть мы либо даем сразу сдать, что-то делаем в какой-то ситуации, либо пытаемся от этой ситуации убежать. Это такая реакция хищника, реакция жертвы хищника и реакция на эти опоссума. Вот опоссум, он замирает. Реакция замри, она свойственна человеку больше. В чем опасна реакция замри в ситуации стресса? Потому что реакция замри, она хороша с физиологией и вообще-то с точки зрения выживаемости для индивида только когда замирает животное, только тогда, когда ситуация несовместимая с жизнью. Он знает, что он не сможет драться, он не сможет убежать, тогда он притворяется мертвым, и хищник не нападает на него, потому что, скорее всего, этот хищник не ест мертвое мясо. Он боится употреблять, ну, или там, не принято в его пищевом рационе есть падрящину. И тогда это есть шанс, прикинувшись мертвым, через какое-то время встать. И как только эта реакция замри заканчивается, животное встает. Если вы посмотрите какую-нибудь программу в мире животных, его начинает очень сильно трясти. То есть организм на реакцию замри, даже несколько секундную, там, минутную, он потом у животного реагирует очень серьезной тряской, тем самым сбрасывая физиологически этот стресс. На нас накричали, мы стресс поймали, промолчали, замерли. Нас в автобусе тряхануло, мы чуть в окно не выпали, мы зубы сжали, промолчали, мы же воспитанные. И так этот стресс, на который мы замираем, копится годами, потому что человеческий организм разучился его стряхивать вот так физиологически для того, чтобы просто его проговорить. И это дает вот те самые признаки хронического стресса, когда потом они переходят на уровень всех самодекий. Что же мы можем порекомендовать? Ну, организовывать свои труды, прежде всего, рабочее пространство, раз мы там много проводим времени. Это первое. Во-вторых, не забывайте, что стресс воздействует и на физику прежде всего. И поэтому начинайте заботиться о себе именно с состояния физиологическое. Укутайте себя в одеялко, дайте себе поспать, покормите себя хорошей, качественной, вкусной едой, сводите себя куда-то подвигаться, погулять, если нет возможности двигаться, хотя бы на массаж. Уединитесь с природой, выключите телефоны, дайте своему физическому телу возможность прийти в себя. Потому что единственный и очень эффективный способ совладания со стрессом это возвращение в себя и заземление. То, что принято говорить у телесных практиков. Когда вы возвращаете самому себе, самого себя, почувствуете свое физическое тело. Когда хочется бегать из угла в угол, когда хочется в состоянии уже истощения просто лежать, встаете и идете. Выключаете телефон, выключаете телевизор, выключаете все и идете для того, чтобы просто вернуться в себя, быть в контакте с собой, быть внутри себя взрослым человеком. Это первое, что хорошо помогает. Что еще? Это все то, что работает именно у вас. Здесь большой список, это саморегуляция, но у каждого эта саморегуляция может быть абсолютно своей. и пейзаж за окном, и там сделать фотографии, просматривать. Это и какое-то купание в солнечных лучах, чтение стихов, что-то, что доставляет удовольствие вам. Но только после того, как вы вернулись в себя, то есть как вы чувствуете свое тело и чувствуете свое физическое равновесие уже намного лучше. также хорошо работает управление стрессом, когда вы помогаете себе постоянным, каким-то ежедневным таким планом того, что нужно делать. Это принять душ, во сколько вы уходите ко сну, свои походы в парикмахерскую для того, чтобы своему телу сделать приятно и красиво, напомнить себе, что вы красивый человек. Ну и искать время для того, чтобы быть в тишине, потому что чаще всего нам именно этого и не хватает, чтобы мы могли уединиться и зафиксироваться с тем, чтобы я есть, я такой, как я есть. С точки зрения психологической самопомощи вам нужны положительные эмоции, вам нужно вообще вернуться к тому, что я сейчас могу сделать, если это острый стресс, на что я, с чем я сейчас могу справиться, что сейчас зависит от меня, субъективно и объективно. А если это хронический стресс, то переключение, это встреча с людьми, это разнообразие своей деятельности. Если вы все время работаете в общении, то это какие-то способы взаимодействия без общения, где вы не контактируете с другими людьми. Если вы все время должны быть в строгом костюме, то, знаете, это карнавальная вечеринка, которую вы организуете с друзьями и с удовольствием попоете песни все вместе или там побегаете в костюмах вокруг вашего санатория. Это все то, что вы делаете поперек того, что привычно. Меняете и вы делаете более разнообразной свою жизнь. Это и возможность отмечать, что у вас радостного есть в жизни. В любой плохой ситуации все равно есть место для радости. То, что вам нравится, то, что вам нравится на уровне запахов, взглядов, то, что вас радует на уровне ощущений, на уровне ваших внутренних каких-то того, что вы слышите. Не знаю, сходите в зал органной музыки, если вам это доставляет удовольствие или в театр. это и все то, что вы можете себе позволить сделать прямо сейчас. Посидеть в кафе с подругой или с другом, почитать какую-нибудь приятную книгу, не по-профессиональному, пообщаться с знакомыми, погулять по незнакомым улицам, сменить картинку, поехать хотя бы в соседний город или поехать куда-нибудь, где есть уединение лес, природа и просто погулять со своими близкими, с друзьями. Это даст возможность переключиться. Не забывайте о своем внешнем виде, когда вы чувствуете себя красивым. У женщин вообще антистресс это сходить на бьюти-процедуры, на нокаточки, доставить себе удовольствие и почувствовать, что мир красив через вас. Ну и, конечно же, не стоит пренебрегать и психотерапевтической помощи, если она доступна, если есть возможность, различные способы поддержки, в том числе в ситуации острого стресса и помощь медикаментозная, когда назначается фармакотерапия, это уже профессиональная медицинская помощь. Ее тоже нельзя пренебрегать, если есть совсем сложная жизненная ситуация, с которой трудно справиться. Ну и для того, чтобы справиться со стрессом здесь и сейчас, есть различные приемы, которые основаны на механизмах защиты. Это перенос, который позволяет отвлечься, то есть, когда мы мысленно переносим себя на другие посторонние предметы. Есть техника работы с паническими атаками, она очень хороша вообще в стрессе, когда мы просто пытаемся удержать себя здесь и сейчас, в этом мире и пространстве, начиная замечать и проговаривать все, что есть вокруг. Желтая кружка, пульт от телевизора, мышка и так далее. Переключение, подумать о чем-то приятном, о том, как вы проведете выходные, например, если сейчас вы находитесь в состоянии стресса на работе, или изменение масштаба событий, пытаться представить, что вы смотрите на это событие из отдаленного будущего, когда вы скажете себе, боже, какая мелочь, да, сейчас там очень много мемов в соцсетях, недавно опять встречала, о том, что, боже, где же то счастливое время, когда можно было просто одеть мягкую, приятную, пушистую маску и пойти гулять. то есть это возможность переключения и возможность оценки события, ну, как будто с высоты, с позиции наблюдателя. Накопление радости, положительных эмоций. Вообще, гормоны положительные, позитивные эмоции дают нам возможность переключения. Юмор, смех, отличный способ противостоять стрессу. Отчуждение. Это представить, что это в этой ситуации, это отрицательное влияние не такое большое, попытаться от нее мысленно отделиться. В общем-то, все приемы основаны именно на том, чтобы вынуть себя из ситуации стресса и почувствовать, что вы отдельной личностью можете смотреть на стресс и на то, что происходит со стороны. Найти какую-то переработку, объяснение. Ну и есть понятие клин-клином, не в любой ситуации оно применимо, но, то есть, это можно усилить травмирующую ситуацию или довести ее до конца, если она действительно, там, это стресс связанный с походом к начальнику, то можно зайти и уже заставить себя этим стрессовой ситуацией довести. Включать разумный эгоизм, помнить, что есть я, что я для себя самый главный. Это, опять же, принцип маски в самолете. Физическая нагрузка, включение любимых видов деятельности, когда у меня бывает ситуация очень серьезного стресса, я просто заставляю себя бросить все, взять теплые плеты и сесть рисовать картину по номерам. Там прям творческого порыва мало, но так это как решение мозаики. Меня очень отвлекает, я очень хорошо переключаюсь, работает. доверять своей интуиции, доверять своим предчувствиям, опять же, доверять себе и, может быть, очерчивать какие-то барьеры мысленные о том, что я выделяю себя сейчас. Опять, есть техники конуса, когда вы рисуете вокруг себя мысленно защиту. На каких-то элементарных моментах помогает просто, опять же, вернуться в себя. Ну и простые рекомендации. Ставьте цели, когда вы идете к целям, стрессоры не так сильно воздействуют. Улыбайтесь. Побольше физических нагрузок. Проговаривать. Не забывайте о том, что разговор по душам, вообще возможность понимания, что я не один, она помогает. Пытайтесь не взваливать на себя ту работу, на которую у вас не хватит времени. Просто выключите себя того внутреннего отличника, который точно хочет сделать все. Не забывайте давать себе возможность насладиться успехом тем маленьким достижением, которые у вас есть. Игнорируйте мелкие неприятности. Есть такая фраза, Дарлы не находятся на мух. Будьте более оптимистичны. Постарайтесь дать себе возможность на положительные эмоции, настрой. Поменьше себя ругайте и упрекайте. Для этого есть другие. Для положительного настроя используйте именно подбадривающий разговор с самим собой. Когда вы не ругаете себя, а говорите, я с тобой. А то очень часто в критических ситуациях и так плохо, внешних раздражителей очень много, и стресс очень большой. Еще внутренний голос говорит, я же тебе говорил. Вот я же говорил, что так будет. Поэтому не будьте сами себе критиком, будьте сами для себя адвокатом, спасателем, поддерживателем, добрым и приятным родителем. Смотрите на себя, как на того, с кем обязательно будут удачные события. Общайтесь с такими же людьми, старайтесь стремиться к здоровому образу жизни. Это не обязательно ограничивать себя во всем, а это больше про баланс, про внутренний баланс, внешний баланс и побольше отдыхайте. Отдыхайте хорошо и правильно для того, чтобы не было у вас того количества стресса, о котором вы так переживаете. Вот, любите себя, хвалите себя, ну и не забывайте отвечать себе на вопросы, к чему я иду, что я хочу и стоит ли это событие действительно переживаний, с которыми я столкнулся. Вот, мы можем помочь другим только тем, что есть у нас. А мы чаще всего волнуемся о том, с чем мы не можем справиться, и поэтому так нам больно, грустно и сложно. Вот, в следующем еще одном слайде есть литература, если вы захотите прочитать про стресс, в том числе есть огромная книжка, которая называется книжка Гринберга Управления Стрессом, и это, там есть прям очень последовательные такие механизмы, как это можно сделать. Ну, в общем, если вы хотите, можете и Селье почитать, если для вас эта тема интересна. Вот, благодарю вас за внимание, надеюсь, что мой сегодняшний семинар поможет вам справляться со стрессом более эффективно и понимать, что с нами происходит. Не доводите себя до стадии истощения. Помните, что наш организм имеет для этого все ресурсы, чтобы справиться, но мы должны ему помочь. Мы должны помочь своей психике, мы должны помочь своей физике, своему телу, ну и должны выделять себя из той среды, которая для нас слишком стрессовая. благодарю вас, коллеги, я с вами прощаюсь, вижу ваши комментарии в чате. Спасибо большое за обратную связь. Всегда рада с вами повзаимодействовать. Всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...